Кровавое лето – это не название очередного голливудского фильма ужасов. Таким эпитетом обозначили ситуацию в США журналисты газеты «Вашингтон-Пост». Речь об очередном всплеске насилия на улицах американских городов, в большинстве случаев с применением огнестрельного оружия, на которое у рядовых американцев всегда припасено официальное разрешение. Ведь хранение и ношение оружия гарантировано им исторически второй поправкой Конституции. 2020-й уже стал кровавым годом. Удивительно, но несмотря на карантины и ограничительные меры, стрельба в разгар пандемии не прекращалась. Но сейчас, когда в США наконец снимают локдаун, американские граждане, среди которых вооруженные и не всегда адекватные, вернутся к активной жизни. А значит, ожидать снижения насилия уж точно не стоит. 2021 год по масштабам жестокости отнюдь не отстает от своего предшественника. Десятки городов по всей стране сообщили о двузначном увеличении количества убийств и стрельб. В Колумбусе, штат Огайо, полиция насчитала не менее 80 убийств с начала года. Это в два раза больше, чем за аналогичный период в 2020. И подобную статистику можно наблюдать во многих крупных городах. В Чикаго по состоянию на начало мая были убиты 195 человек, что является максимальным числом за последние четыре года. В Атланте уровень убийств вырос на 50%. Экстренные сообщения о расстрелах на улицах уже стали привычными для ведущих американских новостей. Да что там, стреляют даже во время прямых эфиров. А вот показательный случай, произошедший на этой неделе. За оружие хватаются уже и дети. Двое подростков сбежали из приюта во Флориде. Девочка 14 лет и 12-летний мальчик незаконно пробрались в частный дом и обнаружили там целый арсенал. Дальше события развивались в духе жутких боевиков. Я не могу представить, как тяжело было полицейским, особенно тем, у которых есть дети. На записях с нательных камер слышно, как они молятся, потому что не могут стрелять в детей. Они говорят, пожалуйста, не надо, я не хочу стрелять. Не заставляйте меня делать это. Извините, но полицейских обычно не учат, как вступать в перестрелки с 12 и 14-летними детьми. Подростки, которые берутся за оружие – отдельная проблема. В основном это дети, живущие в криминальных районах или подопечные приютов. Впрочем, процент стрельбы среди несовершеннолетних несоизмеримо мал в сравнении с шутингом среди взрослых. Эксперты и полицейские уверены, у растущего насилия есть общий знаменатель. Причинами волны преступности являются, во-первых, стресс от ситуации с ковидом, во-вторых, осадок от прошлогодних протестов после убийства Джорджа Флойда. Под стрессом от пандемии подразумеваются долгосрочные эмоциональные и психологические проблемы, обнаруженные у некоторых переболевших ковидом. Налицо общенациональный кризис душевного здоровья. Если мы им всерьез не займемся, то этих трагических, бессмысленных актов насилия будет становиться все больше. Еще и число самоубийств вырастет. Впрочем, пандемия и связанные с ней ограничения, и даже протесты движения БЛМ – причины краткосрочные. Основной корень зла, во всяком случае, по мнению действующего президента США, заключается в свободном ношении оружия. Где угодно и кем угодно. Как сказал президент, США сейчас страдают от эпидемии огнестрельного насилия. Мы ежедневно сталкиваемся с применением огнестрельного оружия на наших улицах. Поэтому мы призываем Конгресс принять меры, в том числе новые законопроекты. Президент разговаривает со многими республиканцами и демократами. Он продолжает призывать Капитолий приступить к реформе оружия. Ранее президент Байден предложил выделить более двух миллиардов долларов на финансирование усилий Министерства юстиции по преодолению национального кризиса с применением огнестрельного оружия. Снова и снова он призывает Конгресс голосовать за реформу второй поправки. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить американский народ от эпидемии огнестрельного насилия. Но пора и Конгрессу действовать. Я не хочу вступать в конфронтацию, но нам нужно, чтобы больше республиканцев в Сенате присоединились к подавляющему большинству своих коллег-демократов. Мы должны закрыть лазейки и потребовать проверки данных о закупках оружия в стране. И нам нужен запрет на штурмовое оружие и магазины большой вместимости. Не говорите мне, что это невозможно. Однако среди законодателей существуют серьезные разногласия по поводу значительных реформ. Республиканцы придерживаются более консервативных взглядов. Мол, оружие американцы носили испокон веков и реформировать священную поправку недопустимо. Да и помогут ли ограничения на покупку пистолетов в стране, где оружейные магазины встречаешь на каждом шагу. Ксения Пекарская, Вокруг планеты.